Максим Галкин показал, как проводит время с Аллой Пугачевой и детьми на море. Шоумейн поделился забавным видео, на котором Примадонна с пятилетними Лиза и Гарри наслаждаются отдыхом, гуляя по пляжу. На днях 70-летняя Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкином и пятилетними детьми Лизой и Гарри отправились на традиционный отдых в Юрмалу. Причем попрощалась со столицей Примадонна довольно громко. Алла Борисовна проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на дорогом автомобиле класса люкс. Приезд к Пугачевой засняли очевидцы, после чего разместили публикации в социальных сетях. По приезду в Юрмалу Алла Борисовна вместе со своей семьей заселилась в загородный дом, после чего отправилась исследовать ближайший пляж. Кадрами прогулки в своем микроблоге в Инстаграм поделился Максим Галкин. Поздоровались с морем. Лаконично подписал в шоумейн публикацию. На видео Лиза и Гарри радуются тому, что видят море. Малыши носятся по пляжу, изображая чаек. Хорошо, вышли с любимым другом и детьми, любим погулять по берегу моря в Юрмале, говорит Алла Борисовна, появляясь в кадре. Стоит отметить, что Пугачевой Галкин уже не первый год проводит лето в Юрмале. В латвийском курортном городе, в Рижском заливе Зелезная Чета, арендует роскошную виллу Марта. Ежемесячная плата за которую достигает 100 тысяч евро. Правда, Примадонна в силу знакомства с владельцами из дома живет там на особых условиях. Шикарный особняк расположен неподалеку от концертного зала Зинтари и от семейного гнездышка певицы Лаймы Вайкули. Поэтому латвийская певица является частным гостем Пугачевой и Галкина. Звездные соседи весело проводят время за разговорами в уютном кафе и прогулках по городу. Супруг Примадоны Максим Галкин часто делится под подписчиками в своей микроблоге в инстаграм подробностями встреч певицы. Добавим также, что Алла Борисовна ведет в Юрмале активную светскую жизнь. Ее часто можно видеть прогуливающихся по городу в компании Галкина и друзей. Так певица часто заходит на галек не только к Лайме Вайкуле, но также к близким другу и автору многих своих хитов Игорю Николаеву, у которого в Латвии своя квартира. К слову, композитор уже несколько недель отдыхает в Юрмале с женой Юлией Проскуряковой и трехлетней дочерью Вероникой. К слову, в прошлом году в средствах массовой информации появилась информация, что Алла Пугачева планирует получить вид жительства в одной из стран Европы и даже подавала бумаги на оформление европейского паспорта. Вообще, слухи о том, что Алла Борисовна и Максим хотят получить гражданство одной из европейских стран, ходят уже несколько лет. Два года назад репортерам удалось узнать, что звездная пара обзавелась жильем на Кипре. Однако сама Примадонна, как и ее супруг, никак не комментировали покупку дорогостоящего жилья. Кроме дома на Кипре, у семьи Пугачева и Галкина есть замок в селе Грязь Московской области, содержание которого обходится с супругом в округленькую сумму. Местные жители рассказывают, что Максим постоянно находится на работе или на гастролях, а вот Аллу с детьми можно часто увидеть прогуливающимся у небольшого пруда. Площадь замка составляет 3000 квадратных метров. В нем 6 этажей, 20 жилых комнат, из них 5 гостевые спальни. Грузовой лифт, паркинг, оранжерея, роскошный сад, бассейн год назад. В интервью Олега Менщикова Примадонна призналась, что шикарный дом не кажется ей таким огромным. И как многие думают, на самом деле, если зайти внутрь, он не такой уж и большой. В нем комнаты для каждого из нас. Лизы, Гарри, Кристины. Клава и Денни. Гостевая вот и все. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья. Субтитры подогнал «Симон»!